Борис Николаевич Абрамов о первых огнеходах, проложивших путь земному человечеству к вершинам Духа. 1934 год. Китайский город Харбин. Именно здесь, в крупном центре русского зарубежья, происходит важное событие, давшее импульс и направление многим будущим свершением в России. Мы говорим о встрече великого русского художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха с Борисом Николаевичем Абрамовым, человеком высоких духовных устремлений, с юности мечтавшим посвятить себя служению людям. Рерих, приехавший в Харбин в составе возглавляемой им научной экспедиции, привлек к себе внимание многих. Около него складывается группа людей, ищущих духовных знаний. Одним из них был Борис Николаевич. Для членов этого содружества Николай Константинович становится духовным учителем. Он передает им знания об основах учения живой этики. Перед отъездом в Индию в знак особого доверия Николай Константинович вручает Абрамову кольцо ученичества. Вскоре после этого события Борис Николаевич вступает в переписку с Еленой Ивановной Рерих, которая признает его своим духовным сыном. Так начинается совершенно новый этап в жизни Бориса Николаевича Абрамова, жизни, которую в будущем назовут тропой необычности. До конца своих дней он ведет записи, высокий источник которых был неоднократно подтвержден Еленой Ивановной. Сейчас эти записи издаются и известны под названием «Грани Агни-юги». Прошло четверть века, прежде чем Борис Николаевич смог вернуться в Россию. Это был не просто переезд на родину. Так складывался путь предначертанной судьбой. Рерихи мечтали жить и работать в России и призывали к тому же своих учеников. Но жизнь сложилась иначе. В 1947 году, не дождавшись разрешения приехать на родину, уходит из жизни Николай Константинович. Елена Ивановна, до последних своих дней жившая той же надеждой, покинула земной план в 1955 году. Лишь в конце 50-х годов в Советском Союзе наступает оттепель и в страну по приглашению Никиты Сергеевича Хрущева приезжает старший сын Рерихов, Юрий Николаевич, крупнейший востоковед. За последние три года своей жизни он сделал невероятно много не только в области востоковедения. Главное, он вернул родине долго замалчиваемое здесь имя своего великого отца. В 1959 году из Харбина в Советский Союз, в город Новосибирск, приезжают Борис Николаевич Абрамов и его духовная ученица Наталья Дмитриевна Спирина. Их связывают два десятилетия совместной работы над изучением учения живой этики. Еще в начале 40-х годов в Харбине у Бориса Николаевича образовалась небольшая группа учеников, в которую и вошла Наталья Дмитриевна. Из всей группы Абрамова только Наталья Дмитриевна, следуя указу Рырихов, вернулась со своим учителем на родину. Чудом они провезли через советскую границу запрещенные тогда книги учения. Впоследствии именно эти книги в фотокопиях и перепечатках широко разошлись по стране. Жизнь в Советском Союзе, конечно, отличалась от Харбинской. За теми, кто возвратился из-за границы, осуществлялся негласный контроль. Поэтому, как говорила Наталья Дмитриевна, пришлось уйти в глубокое подполье, ибо философия учения живой этики была для советских людей чуждым мировоззрением. Она вспоминала. Борис Николаевич все время вел, пока можно было, переписку и с Еленой Ивановной, и с Николаем Константиновичем. И они писали нам, что на родину надо ехать, ехать, ехать. Вы там нужны. Это их буквальная фраза, которая мне запомнилась. Тогда мы не могли понять, как это возможно. Это было еще при Сталине. Тогда люди, которые пытались вернуться на родину, просто на границе исчезали. И мы не могли понять, как же мы проведем книги, как мы приедем сами. И мы ждали такой возможности. И когда, значит, кончился сталинский период, и воцарился Хрущев, который очень понимал значение русских, находящихся за рубежом. Многие из них были специалисты, нужные для России, вообще нужные люди. И он разрешил нам свободный переезд на родину и даже давал нам подъемные для этого. Сначала первый год мы в Новосибирске жили. Сначала мы жили на частной квартире, а потом нам дали такую репатрианскую квартиру. Уже по репатриации нас обещали как-то обеспечить жильем. Он прожил тут год. Мы вместе ходили на открытие картин Рериха в нашу картинную галерею. Это было в 60-м году. Это очень было торжественное открытие, и мы очень этому радовались. А через год он переехал, потому что тут он не мог получить квартиру. Я получила от работы. Я поступила в работу в музыкальную школу, я преподаватель музыки, фортепиано. И мне дали тут, потому что тут была в городке большая нужда в педагогах. А они переехали в очень маленький городок подмосковный, 4 часа от Москвы. Городок назывался Венёв. И там он сначала жил на частной квартире, потом тоже получил какую-то однокомнатную маленькую квартирку. Ну, что-то. Я... Каждое лето мы имели большой отпуск к педагоге. У нас что-то 48 дней, кажется, было. Был отпуск каждый год, и я всегда сразу ехала туда, к нему, и там мы занимались. Он делился своими записями, которые он всё время получал, и от Елены Ивановны, и от Николая Константиновича. И это было, конечно, лучшее для меня время пребывания там и занятия с ним, потому что уже по-другому мы не могли бы встретиться. После ухода из жизни Бориса Николаевича Абрамова в 1972 году Наталья Дмитриевна в земном одиночестве твёрдо и неуклонно продолжает то дело, которое было её миссией. От своего учителя она знала, что не будет оставлено без высокой помощи. «Ко всему приложить мир высший – вот моя обязанность здесь» – так определила свою жизненную задачу Наталья Дмитриевна. Ту же мысль она выразила и в стихах. Возвышенная миссия твоя – подняться сердцем в светлые пределы и принести в безрадостные сферы земных оков и душ окаменелых неслыханную радость бытия далёких звёзд, зовущие края. В преддверии 100-летнего юбилея Николая Константиновича Рериха после долгих лет затишья в Советском Союзе о художнике заговорили открыто. «В Новосибирске всё это началось с 1973 года», – рассказывала Наталья Дмитриевна, когда в Доме учёных Академгородка была открыта сборная выставка картин Николая и Святослава Рерихов. Тогда выяснилось, что о них почти никто ничего не знал. Наталья Дмитриевна знала уже многое и о художниках, и об их картинах, о символике, и она начала проводить экскурсии. Следствием этих выставок стал необыкновенный всплеск интереса к творчеству Рерихов в Сибири, и роль Натальи Дмитриевны в этом переоценить просто невозможно. Она ведёт также обширную переписку с участниками Рериховского движения в нашей стране и за рубежом. Крепкие сердечные нити соединяли её со многими деятелями этого культурного фронта. Для развития и укрепления Рериховского движения в Сибири большое значение имело сотрудничество Натальи Дмитриевны с последователями и ближайшими помощниками Рерихов, вице-президентом Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Зинаидой Григорьевной Фоздик и биографом семьи Рерихов Павлом Фёдоровичем Беликовым. Наталья Дмитриевна совершает много поездок по Советскому Союзу, встречается с теми, кому близко и дорого творчество семьи Рерихов. Среди них председатель Рериховского общества Литвы Степан Викентьевич Стульгинский, художник Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий и многие другие. А маленькая однокомнатная квартира Натальи Дмитриевны в Академгородке становится местом встреч единомышленников, приезжавших сюда из разных уголков страны. В 1974 году, во время юбилейных торжеств в Москве, Наталья Дмитриевна впервые встретилась со Святославом Николаевичем, младшим сыном Рерихов, жившим в Индии. С тех пор она не упускала ни одной возможности, чтобы приехать в Москву для встречи с ним. Святослав Николаевич высоко ценил деятельность Натальи Дмитриевны, поддерживал ее начинание, давал ответы на вопросы, касающиеся культурного развития Сибири. Ей навсегда запомнились слова Святослава Николаевича о том, что величайшее богатство России всегда составляла Сибирь, и что нужно думать о молодых, о воспитании тех, кто придет на смену старшим. Свои многочисленные доклады, выступления, слайд-программы она адресовала прежде всего тем, кто молод духом, кто готов к новому, непредубежденному взгляду на жизнь. В своих встречах и беседах с самой разной аудиторией она стремилась передать знания о великой силе культуры, единственного фактора, способного преобразить как жизнь отдельного человека, так и страну в целом. В 1976 году в Новосибирске, впервые в Советском Союзе, проводится всесоюзная конференция «Рериховские чтения». Совместно с академиком Окладниковым и другими сибирскими учеными Наталья Дмитриевна стала одним из основателей этих общественно-научных конференций, которые проводятся и до настоящего времени. «Рериховское движение» набирало силу. И в 1989 году на первой в нашей стране конференции, посвященной Елене Ивановне Рерих, Наталья Дмитриевна уже смогла сказать, «Я не надеялась дожить до такого момента, когда открыто будет обсуждаться, кладясь духовной мудрости, который доселе изучался индивидуально, без всякой огласки». Ещё в Харбине Борис Николаевич и Наталья Дмитриевна мечтали о музее, посвящённом творчеству Николая Рериха. Их мысли и устремления в течение долгих десятилетий складывали возможности для осуществления этой мечты. В конце 1990-х годов по призыву Натальи Дмитриевны начинаются почти одновременно две народные стройки. Возводится музей Рериха в Новосибирске и реставрируется дом на Алтае в селе Верхний Уймон, в котором останавливались Рерихи во время Центрально-Азиатской экспедиции в августе 1926 года. Идею о создании музеев первыми поддержали сибирские учёные – академики Коптюк, Яншин и Трофимук. Именно благодаря их авторитетному мнению городскими властями под музей было выделено полуразрушенное здание в центре города. Сейчас два этих музея составляют единое культурное пространство и привлекают множество посетителей, стремящихся познакомиться с творчеством семьи Рерихов. Строительство музеев в тяжелейшие для страны годы экономического кризиса стало возможным благодаря тому, что вокруг Натальи Дмитриевны сложился коллектив людей, стремящихся воплощать в жизнь гуманистические идеи Рерихов. Сибирское Рериховское общество. Его основателем, вдохновителем и руководителем стала Наталья Дмитриевна. Сибро ведет большую культурно-просветительную работу, организуются выставки, издаются книги, выходит ежемесячный журнал перед восходом, в дальнейшем восход, строятся музеи, проводятся конференции. Из разных мест нашей страны приезжают люди поодиночке и целыми делегациями, чтобы встретиться с основателем общества, поучаствовать в строительстве, побывать на встречах, посвященных творчеству и философии Рерихов, так называемых круглых столах Сибро. Дорогие друзья и сотрудники, участники круглого стола, с радостью и большой сердечностью приветствуют всех вас. Мы счастливы новой встречи с вами и надеемся, что эти встречи будут продолжаться. Пусть творится все во благо. Удивительный, светлый облик Натальи Дмитриевны, мудрость и любовь, которые от нее исходили, особое, присущее ей умение обращаться к лучшей стороне души человека и еще то, что невозможно выразить в словах, все это производило глубочайшее впечатление на людей. Они говорили, что после встречи с Натальей Дмитриевной жизнь их как бы началась заново. Произошло осмысление и перестройка самих себя, и внутри словно зажглась частичка ее огня. Еще идет незаметная, но постоянная работа над собой, потому что сказано, что не может человек подниматься или падать один. Он обязательно кого-то за собой тянет. Поэтому, помимо всех наших внешних дел, которые очень тоже нужны, надо самому понемножку, как и говорил Светлал Николаевич, делайте каждый день немножко добрее, делайте свою работу немножко лучше, думайте, развивайте благое мышление, боритесь со своими недостатками. И улучшая себя, мы улучшаем посредством наших излучений, нашей ауры, мы тем самым влияем и на других людей, или в хорошую сторону, или в плохую. Вы знаете, как может кто-то, впавший в какой-то порог, за собой потянуть. Наоборот, улучшая себя, устремляясь к высшему, как можно помочь и нашим ближним. И мы не знаем даже меры распространения наших излучений, наших мыслей, наших чувств в пространство, и как они влияют на других людей. созвучных нам. Это ведь очень важно, чтобы люди были созвучны, они улавливают все наши состояния, сопереживают, и тоже или поднимаются, или опускаются. И ответственность при этом, конечно, очень велика. И вот эта незримая ежедневная работа над собой, в конце концов, это самое главное. То есть контроль за собой. И, как говорила Елена Ивановна, нужно распинать себя, себя и только себя. Мы же чаще распинаем других, осуждаем, видим их недостатки. Конечно, недостатки других виднее, чем свои. А Христос еще говорил, что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, когда в твоем глазу бревно. Вот это бревно и надо увидеть. И тогда можно помочь и сучок из глаза брата вымыть. Вот я считаю, что на внутреннем плане это, конечно, самое главное. Этот фильм был бы неполным, если бы мы не сказали о творчестве Бориса Николаевича Абрамова и Натальи Дмитриевны Спириной. Борис Николаевич не только хорошо знал литературу, искусство и философию, но и сам писал стихи и рассказы, рисовал, сочинял музыку. Отдавая все свои силы видению записей высоких собеседований, Борис Николаевич не имел возможности уделять время своему творчеству, тем более поражает высокое мастерство всего, что создано им. Его стихи, вокальные миниатюры и акварели проникнуты ощущением одухотворенности мира. Поднимая наше сознание над земной обыденностью, они устремляют в бесконечные обители красоты мира высшего. К Наталье Дмитриевне поэтическое вдохновение пришло с первой книгой учения. Когда я раскрыла книги учения и встретила мысли очень мне близкие, которые меня зажигали, я начала писать стихи, выражая в них те мысли учения, которые были мне особенно созвучны и вызывали восторг и радость, рассказывала она. Стихи Натальи Дмитриевны под названием «Капли», посланные Абрамовым Елене Ивановне Рерих, получили ее высокую оценку. Она писала «О каплях могу сказать, что яры они мне близки, и я принимаю их всем сердцем. Пусть пишется всем пылом сердца своего, не сомневаясь ни в чем. Очень хотела бы иметь еще несколько капель, ибо чую источник их». В наши дни стихи Натальи Дмитриевны, опубликованные в нескольких поэтических сборниках, нашли отклик в сердцах многих людей, живущих в самых разных уголках Земли. Эти стихи – не только призывы к свету, добру и совершенствованию, они поддерживают в трудную минуту, помогают жить, бороться и верить. Все нам назначено, все наше, и наши дальние миры, вселенской красоты дары и знаний огненной чаши. Кто дерзновенью своему границ не ставит, все тому, и светом путь его украшен. Победа света, как восход, неотвратима, непреложна. Пусть ночь глухая безнадежна, наступит час, она пройдет. Являясь ведущим и вдохновляющим началом всех дел и начинаний Сибирского Рыриховского общества, Наталья Дмитриевна всегда утверждала, что все возможности и помощь к ней приходят только благодаря духовной преемственности от ее учителя, Бориса Николаевича Абрамова, которому Рырихи завещали принести учение живой этики на родину. В записях Абрамова есть слова «Там, где кончаются дороги и схоженные множеством ног, начинаются тропы необычности». Тропа необычности, пройденная Борисом Николаевичем и Натальей Дмитриевной, не прервалась. За ними первыми огнеходами пойдут те, кому суждено продолжать строительство нового мира. Эпоха новая настанет, когда мы возродимся к ней, из праха прежних дней восстанет наш дух, свободный от цепей, в которой он был закован, отринув продвижение сам, забыв основы и законы, ведущие в надземный храм. И в час, когда земные сферы с небес очистятся огнем, тогда к тебе, поверх барьеров, поверх себя, мы подойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok